И перекинулся. Нет, вы стояли там, ничего не делая. Где было все руководство? Никто к нам не вышел. Никто ничего не координировал, никаких действий. Сейчас не надо вам говорить, что вы там изо всех сил старались. Две или три пожарные машины из него приехало. В городе нет сейчас пожара. Куда вся машина? Куда вся техника делает? Сейчас, подождите, я не договорила. То, что касается, вы говорите, будет расследование и так далее. Как вы докажете, сколько у нас было товара? Мы сейчас все будем за свой товар предоставлять свою отчетность. И как вы сейчас нам будете списывать и говорить, нет, это не по чекам куплено и так далее. Вы же знаете, как мы занимаемся коммерцией все. Никто нам законные чеки транспортные, накладные, ничего не дает. Как вы этот вопрос решите? Там на миллионы у всех сгорело. У нас долги есть перед нашими кредиторами. И что делать? Это и не только банки, а люди, у которых мы в кредит брали товар. Кто где, кто в Алмате, кто в Китае. И что делать нам? С нас будут просить и требовать эти деньги. Вы прочитайте их договор аренды. Там ни одного права у арендатора нет. Только обязанности. Там даже не указано, что товар какой-то хранится. Там просто как будто помещение дали. За дверь они отвечают, за пломбу, да и все. Там даже нету, не прописано ни одного такого чрезвычайного случая. Еще вы мне говорите, что это огонь, это такое и все такое. Если никаких пожарных установок, ничего не было, должна была вода из этих сигнализаций всех лиц. И трубить эта сирена. Ничего этого не было. Лес вас ничему не научил. Все руководство вообще в отставку должно идти после этого. Это Ахшин. Это, как раз, игра на обладающие предприятия в нашей семье. У нас нет никакого производства. Люди только в Ахшине работают. Мои родители 30 лет на базаре работают. Как я должна их успокаивать? Я сижу с этой валерьянкой с таблетками от давления. Что?